строительство бассейна начали с размещения его на участке дальше выполнили выемку грунта и приступили к подготовке основания под будущую бетонную чашу так как на нашем участке нестабильные грунты имеются поверхностные грунтовые воды в виде плывуна поэтому готовим специальные дренажные основания изначально выполнили песчаную подготовку толщиной 200 миллиметров уплотнили ее вибротрамбовкой дальше постелили геотекстиль фирмы технониколь плотностью 200 грамм на которой сверху сверху сформировали щебеночную подушку тоже толщиной 200 миллиметров на видео видно что геотекстиль мы завернули на эту щебеночную подготовку и сверху накрыли шиповидной мембраной геоплантер также производитель технониколь так как у нас присутствуют поверхностные грунтовые воды поэтому для того чтобы бассейн вернее вода в бассейне не остывала всю бетонную чашу нам надо утеплить на низ мы формируем слой теплоизоляции толщиной 100 миллиметров фирмы технониколь техноплекс прямой контакт поверхностных грунтовых вод с бетонной чаши бассейна в будущем приводит к чрезмерному охлаждению воды чтобы в будущем это предотвратить на этапе строительства необходимо и плиту и стены бетонной чаши бассейна утеплять монтаж теплоизоляции выполнили в шахматном порядке все стыки проклеили полиуретановой пеной по завершении выполнили монтаж крайнего контура наружной опалубки нашей монолитной плиты на видео видно что слой теплоизоляции выходит за пределы опалубки это необходимо для более качественного будущего утепления наших наружных стен бассейна следующий этап у нас один из самых основных это армирование монолитной плиты укладку бетона будем выполнять толщиной 250 миллиметров стены у нас будут аналогичной толщины для армирования используем арматуру 12 миллиметров строго соблюдаем защитный слой 40 миллиметров у нас две арматурные сетки нижняя и верхняя шах 150 миллиметров две сетки не соединены друг с другом так как в плите они по-разному работают хочу обратить внимание что с нижнего каркаса у нас выходит крайняя стоевая арматура а с верхнего каркаса внутренние соединение вертикальных стержней выполняем в разбежку через один элемент в качестве нижнего защитного слоя применяем фиксаторы пластиковые все арматурные стыки вяжутся вязальной проволокой никакого сварного соединения выдержали паузу для набора прочности бетона закончили армирование стен будущей чаши нашего бассейна и приступили к монтажу внутренней и наружной опалубки для опалубки используем usb листы 18 миллиметров толщиной изначально выполнили монтаж внутреннего контура опалубки дальше разметили будущее монтажное оборудование в виде скиммера форсунок светильников и противотока изготовили закладные гильзы из оцинкованного листа выполнили их монтаж и завершили установку наружного контура опалубки усилили ее стоевым брусом зафиксировали два контура шпильками через пластиковые гильзы для того чтобы стены чаши нашего бассейна не деформировались при заливке внутренний контур раскрепили дополнительно брусом на видео видно наши монтажные гильзы бетон будем заливать поэтапно кольцевым способом с поэтапным уплотнением «Бетон пластиковые гильзы» Продолжение следует...